Утро нового дня. Программа радио. Государственной телерадиокомпании «Волга». Сегодня 24 августа. Как всегда, по четвергам с вами Наталья Козина. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Прихватить с собой чипсы в честь дня рождения картофельных чипсов. Хоть и говорят медики, что это не самая здоровая еда, а мы все равно любим ими похрустеть. Да, сегодня не расставайтесь с бутылочкой воды, чтобы вас не одолела жажда, ведь сегодня день жажды. А еще день консервного ножа, международный день странной музыки и даже международный день против нетерпимости, дискриминации и насилия, основанного на музыкальном предпочтении, образе жизни и дресс-коде. Значит, сегодня свобода в выборе музыки, одежды и образа жизни. Можете еще пожаловаться на погоду. Ну, например, что хоть жара и спала, но пусть летнее тепло еще долго остается с нами. Ведь сегодня день жалобы на погоду. Сегодня, на удивление, щедрый день на всякие чудачества. Отмечаем день персикового пирога, день вафель, ночь ностальгии и день ножа. Нож, да, достоин всех похвал. Его изобретение уходит в такую глубь веков, во времена обитания первобытных людей. А нужным приспособлением остается до сих пор. Переведу эту аналогию на нашу историю. Так хочется, чтобы и в истории что-то делалось раз и навсегда полезное для человечества. Исторический хронограф Здравствуйте! У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня, 24 августа, отмечается Международный день странной музыки. Христиане-католики сегодня отмечают День Святого Варфоломея. В разные годы истории 24 августа происходили следующие события. В 79 году нашей эры произошло мощное извержение Везувия. Под вулканическим пеплом были погребены города Помпеи, Геркуланум и Стабий. 24 августа 1572 года в Варфоломеевскую ночь во Франции христиане-католики устроили массовые убийства христиан-гугенотов. 24 августа 1917 года в селе Старое Еремкино, ныне Чердахлинского района Ульяновской области, родился герой Советского Союза Степан Поднавожный. После окончания курсов трактористов он работал в колхозе. В 1938 году был признан в армию, служил механиком-водителем огнеметного танка, участвовал в боях с японцами у реки Халхенгол. Погиб в свой день рождения, 24 августа 1939 года. 24 августа 1937 года советский летчик Константин Кайтанов первым в мире совершил прыжок с парашютом из стратосферы с высоты 11 037 метров. 24 августа 1938 года американская газета «Christian Century» впервые использовала термин «мыльная опера» по отношению к набиравшим в то время популярность бесконечным телесериалам. 24 августа 1942 года на Волге, севернее Сталинграда, немецкими войсками было потоплено санитарное транспортное судно «Композитор Бородин». Из находившихся на пароходе около 700 раненых погибло около 400 человек. 24 августа 1944 года от фашистской оккупации освобождена Молдавия. 24 августа 1997 года при редакции областной чувашской газеты «Канаж» создано литературное объединение «Шевле» — «Зарница», объединившее местных чувашских авторов. 24 августа 2016 года в Италии произошло крупное землетрясение. Погибло 295 человек. Специальный репортаж С вами Наталья Кузина, я продолжаю передачу. У нас премьера. Вашему вниманию мы готовы представить новую рубрику, в которой мы будем рассказывать о некоммерческих организациях. Вернее, об ульяновцах, которые в качестве своей профессиональной деятельности выбрали путь НКО. И этот путь — путь к успеху. Да, тернистые и извилистые, как правило, особенно в начале. Но из года в год этот путь становится все более ровным и уверенным. Наши герои добились определенных успехов. Они находят ниши в экономической или социальной сфере, пишут интересные проекты, которые должны помочь ликвидировать эти слабые и пустые места, принимают участие в федеральных конкурсах и успешно выигрывают приличные суммы, чтобы реализовать то, что задумали. Мы вам уже рассказали о проекте сбора книг в специальные книжные боксы. Или о том, что ишеевские школьники получили прекрасный кружок по созданию беспилотников, который за счет федеральных средств будет оснащен самым современным оборудованием. На очереди новая встреча. Алина Кровец расскажет о проекте, который победил в федеральном конкурсе и получил грант полтора миллиона рублей. Итак, Радио Россия Ульяновск и Центр развития НКО при общественной палате Ульяновской области представляют. Радио России «Ульяновск» и Центр развития НКО при Общественной палате Ульяновской области представляет. НКО. Путь к моему успеху. Слушаем Аиду Додонову, руководителя Центра развития НКО при Общественной палате Ульяновской области, и Алину Кровец. Ее проект «Лига школьного телевидения» выиграл федеральный грант на сумму полтора миллиона рублей. Будем говорить для наших слушателей немного про историю НКО, когда они появились, вообще из чего они стали развиваться. На самом деле некоммерческие организации в нашей стране существовали достаточно давно, и в принципе благотворительность на Руси раньше носила церковный характер, потому что при различных церквях существовали волонтерский труд, которым занимались монахини и священнослужители, свойственны только как раз некоммерческому сектору. И также благодаря тому, что в церквях существовали какие-то приходы, там собирались пожертвования, которые потом также расходовались на какие-то общественно-полезные нужды. То есть можно сказать, что это было самое такое начало некоммерческой деятельности в нашем государстве. Уже вот потом при Екатерине Второй некоммерческая деятельность из института церкви, она стала отделяться. И стали появляться благотворительные общества, которые уже и заложили основу современного некоммерческого сектора. Например, супруга Павла I Мария Федоровна, она организовала и в течение 30 лет, получается, сопровождала сеть благотворительных заведений. Они так и назывались – ведомства, учреждения императрицы Марии. И в него входило более 140 различных заведений. То есть это был императорский воспитательный дом. Это были дома презрения, лечебницы, больницы, приюты, попечительские детские приюты. То есть большое-большое количество различных благотворительных организаций входило вот в эту структуру. И уже вот в конце XIX века, можно сказать, что вот в Москве, не в России, в Москве, насчитывается около 500 частных и благотворительных организаций. А в октябре 1905 года было оформлено создание добровольных организаций. И, ну, такие некоторые статистические данные можно подвести, что к началу XX века в России было 5000 благотворительных обществ и более 6000 благотворительных заведений. Вот таким образом развивался некоммерческий сектор в нашем государстве. Поговорим с современницей. Про историю НКО мы выяснили. Вы, Алина, представляете уже нынешние поколения, современные поколения всех, кто занят в сфере некоммерческого сектора. Алина, наша рубрика называется «Путь к твоему успеху». А может быть, мы забежали немного вперёд, может быть, мы поспешили. Вы согласны с нами, что НКО можно считать вот таким выбранным, добровольно выбранным путём, а в конце вот та заветная цель, твой успех? Вы согласны с этим? Ну, если говорить про некоммерческую деятельность, так как основная насыщенность деятельности — это проекты, этих побед и этих успехов на самом деле именно в пути, касающемся некоммерческого сектора, очень много. То есть мы можем перед собой поставить цель, достигнуть её, например, в течение года и таким образом испытать вот это чувство победы, успеха, радости, достижения. Хотя путь вроде как проделан не такой уж большой, но на самом деле очень значительный. Это, наверное, отличает от части других каких-то деятельностей, которые мы можем выбрать для своей жизни. Вот некоммерческий сектор позволяет довольно часто испытывать вот это вот ощущение успеха. Я не скажу, что мой путь короткий в плане некоммерческой организации, потому что организация, которой я руковожу уже 16 лет, и когда-то вот 16 лет назад мы были студентами и решили вот такими вот ребятами совсем молодыми открыть организацию. У нас было 5 человек. Вот мы собрались, поняли, что мы хотим развиваться в этой сфере. А для этого нужно, наверное, действительно иметь юридическое лицо, нужно иметь какой-то статус, а не просто быть такой инициативной группой. То есть для нас это был уже следующий шаг. До этого мы тоже несколько лет активно вели какую-то общественную деятельность. Организацию мы открыли. Не скажу, что это было сложно, не скажу, что это было просто. Это определённые какие-то действия, которые необходимо выполнить. Дальше просто пошли уже следующие шаги, когда есть какая-то цель. Это был бы у нас, мы хотели реализовать там свой проект. Мы подавали его на местный региональный грант. Выигрывали какие-то, какие-то не выигрывали, всякое бывало. Но постепенно организация развивалась. Что вы создали? Молодёжная организация «Новая цивилизация» здесь, в Леонской области, региональную. У нас сразу было несколько представительств по районам. То есть мы вот потихонечку вот в этой сфере, в основном мы работаем со школьниками, со старшеклассниками. И вот, наверное, для меня это такой один тоже из секретов, наверное, долгой продуктивной работы, потому что мы себе команду всегда можем вырастить. Так как мы работаем со старшеклассниками, мы как раз, они проходят через все наши программы. И те ребята, которым это действительно интересно, они остаются, помогают. И там, ну, особенно в студенческие годы, активно тоже реализуют. То, что вот какие-то проекты, которые у нас возникают. Сейчас у нас несколько таких вот больших проектов есть. Один из них — Лингошкольного телевидения. Вот для нас необычный, потому что раньше мы не занимались СМИ. А теперь вот решили такое попробовать. Тоже для того, чтобы объединить школьников вот в этом направлении. У нас есть проекты по финансовой грамотности, по экономике, по предпринимательству. То есть разные направления, которые помогают ребятам узнать что-то новое, помогают им потом в жизни, во взрослой жизни, чувствовать себя увереннее, быть более конкурентоспособным. Одна из таких программ, в которых сначала мы, как дети, были участниками, помогла нам эту некоммерческую организацию открыть. Потому что, когда мы пришли в Министерство юстиции вот с этим желанием, мы очень быстро сориентировались. Потому что когда-то вот как ребята поиграли в это во всё, и мы знали, что такое там устав, что такое протокол. Всё это достаточно... Нам было проще это заполнить. И вот несмотря на юный возраст, смогли для себя это дело начать. Сейчас, конечно, уверенности уже много. Не всегда тоже всё получается до сих пор. Но ещё расскажу. То есть мы проект написали, попробовали, получили поддержку. Мы его реализовали. И вот это вот ощущение успеха благодаря некоммерческой организации. И вот сейчас, когда мы об этом заговорили, я поняла, что действительно я могу испытывать довольно часто. И это, наверное, очень большой плюс этой деятельности. Вы слушали Алину Кровец, руководителя автономной некоммерческой организации «Новая цивилизация» и Аиду Додонову, руководителя Центра развития НКО при Общественной палате Ульяновской области. Вечером в 19.20 эта беседа прозвучит полностью. Мы продолжаем вас знакомить с программой Международного фестиваля искусств «Аркадия». Нас ждёт уникальное десятидневное событие, которое удивит и надолго запомнится и жителям, и гостям нашего края. «Аркадия» пройдёт на территорию региона с 24 августа по 3 сентября. Фестиваль такого масштаба впервые проводится в Ульяновской области благодаря поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и регионального правительства в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Слушаем исполняющие обязанности министра искусства и культурной политики Ульяновской области Марину Михееву. Расскажите, что пройдёт в субботу, 26 августа. 26 августа в субботу детей и подростков вместе с родителями мы рады пригласить в школу научного комикса, который будет работать на территории торгово-развлекательного центра «Аквамол». И каждый желающий с помощью сторитейлеров и художников с мировым именем сможет сделать свой комикс на основе городской истории, легенды или научного факта. Сторитейлеры наглядно покажут и расскажут о том, как рассказывать истории в картинках и почему за комиксами будущее. Помогут придумать сюжет для комиксов, а художники помогут разобраться в материалах для создания комиксов и техниках рисования. Итогом реализации программы станет издание каталога комиксов, куда войдут все работы участников проекта. Здесь также требуется предварительная регистрация в группе ВК. А что Вы готовы предложить любителям литературы? Любителям литературы и новинок книгоиздательской деятельности мы приглашаем на Молодежную набережную «Аквамола» в этот день на книжный фестиваль «Перекресток», где также можно познакомиться с презентацией двух новых книг. Какой будет концертная программа в субботу, 26 августа? Концертная программа этого дня будет доступна жителям и гостям Ульяновской области на трех площадках. На малой сцене «Аквамола» выступит группа «Сестренка» город Санкт-Петербург. К «Казнознаменном переулке» музыкальными событиями дня станут концерты группы «Ночной проспект» город Москва и ульяновского фанг-группы «Акустические мысли», а также российского хип-хоп-исполнителя «Тима ищет свет» город Москва. В Молодежном театре в этот день будет открыта шумовая комната «Стикс». А что будет в воскресенье, 27 августа? 27 августа, в воскресенье, программа фестиваля дополнит модный показ от студии «Симпофетка Винтаж», резидента Молодежного центра современного искусства, который также пройдет на сцене Краснознаменного переулка. На этой же площадке пройдут заключительные концертные программы первой части фестиваля. Можно будет услышать старинные песни разных народов в авторской обработке от группы «Поле Санкт-Петербург» и музыку советского авангарда от ансамбля современной музыки «Интертекст». Какая театральная программа? Театральная программа жителей и гостей ждет на сцене Краснознаменного переулка показ спектакль «Зика» независимого театра, театрального коллектива в Московке, город Москва. А в баре «Кусты» на улице Федерации спектакль «Человек в закрытой комнате» от арт-группы «Другое место». Вторая часть Международного фестиваля Аркадия – это профессиональная. Во вторые выходные 1-3 сентября в Ульяновской области пройдет 13-я Международная ассамблея художников, которая посвящена, соответственно, 130-летию Аркадии Пластовой. Несмотря на то, что основные мероприятия этой второй части востребованы среди профессиональной среды, но для жителей тоже много интересного в этот период пройдет. Так, в рамках торжественного открытия 1 сентября мы всех приглашаем в село Преслониха. Здесь пройдет концерт мужского хора Московской государственной консерватории, а в доме музея Аркадия Пластова состоится открытие юбилейной выставки. Еще два знаковых выставочных проекта откроются в музее Пластова на Гончарова, а 2 сентября мы всех приглашаем на массовый традиционный пленэр. А вечером всех будем рады видеть на открытии новой экспозиции в художественном музее на бульваре Венец. И 3 сентября, воскресенье, заключительный день профессиональной программы. Здесь также у нас откроется новая выставка из собраний Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Вот таким образом на сегодня сформирована программа 1-го международного фестиваля искусства Аркадия. Программа дополняется, уточняется, и все подробности необходимо отслеживать на вот этом специальном, созданном в сайте Аркадий-фест. Всех ждем на мероприятии. Вы слушали Марину Михееву, исполняющую обязанности министра искусства и культурной политики Ульяновской области. Она рассказала о международном фестивале искусств Аркадия. Памяти народного художника СР Аркадия Пластова. Этот фестиваль открылся сегодня и продлится 10 дней до 3-го сентября. 2-го сентября в Ульяновске состоится торжественное открытие Дворца единоборств по адресу улица Александровской, дом 32. По случаю праздника в новом спортивном объекте пройдут зрелищные состязания «Битва чемпионов на Волге-2». На ринг выйдут титулованные бойцы федерации кикбоксинга и ММА. 2-го сентября нас ждет яркое и незабываемое спортивное событие. Масштабная национальная битва развернется в первом в Ульяновской области Дворце единоборств прямо в день его торжественного открытия. А это значит, что всех ждет грандиозный праздник боевых искусств. Поддержать ульяновских спортсменов, которые будут биться в клетке за звание лучших, соберутся те, кто не представляет своей жизни без единоборств. Начало 2-го сентября в 18 часов. Официальная же церемония открытия Дворца единоборств состоится в этот день раньше в 13 часов. В новом спортивном центре будут проводить занятия по боксу, кодо, тхэквондо, дзюдо, борьбе, самбо, кикбоксингу, каратэ и ММА. В Ульяновске прошел турнир по хоккею для детей с нарушениями зрения. На базе Ледового Дворца «Аксель-Арена» проходили игры турнира «Симбирский кубок-2023», участниками которого стали команды из Ульяновска, Ижевска, Москвы и Чебоксар. В Ульяновске секция адаптивного хоккея существует с 2020 года. Из воспитанников сформирована команда «Симба». Команда выезжает на матчи, турниры и спортивные смены. Победы и достижения, конечно, важны, но основная цель – это социализация детей с нарушением зрения. Для Ульяновска турнир «Симбирский кубок» с участием нескольких команд стал первым. До этого мы проводили товарищеские матчи. Самое главное, что мы это начали. Соответственно, дальше будем развиваться, приглашать уже не 4 команды, а больше те, которые есть в нашей стране. В отличие от обычного хоккея, в адаптивном используются ворота меньшего размера, шайба больше, она металлическая, полая, с подшипником внутри для звукового сопровождения. Бросать поворотом в адаптивном хоккее можно только после чистого паса. Здесь запрещены силовые приемы. Такие фишки делают игру более комфортной и безопасной для юных спортсменов. Говорим и пишем правильно Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! Как написать слово «гостиница» с одной или с двумя «ем?» Слово «гостиница» – это существительное, образованное от прилагательного «гостиной», которое в свою очередь восходит к слову «гость». А прилагательное с суффиксом «ин», как мы помним, пишется с одной «н». Гостиный, гусиный, мышиный. Гостиный корпус, предназначенный для гостей. Гостиный флигель, гостиный двор – тоже с одной «н». Эта закономерность сохраняется и преобразование существительных. Правило работает и с существительным «гостиная» в значении «помещение для гостей». Это слово также пишется с одной «н». Однако слово «гостиная» с двумя «н» тоже существует. Как отличить его от существительного? Гостиная – это прилагательное, которое как раз-таки образовано от существительного «гостинная» с одной «н». Гостиная мебель – это мебель для гостиных. Гостиный тусовщик. И здесь «гостиный тусовщик» и «гостиная мебель» мы пишем с двумя «н», а «гостиница» – с одной. Удачная жизнь. У всех огородников есть свои уловки, применяя которые они повышают свой урожай. Сегодня мы собрали для вас самые интересные и проверенные методы. Слушайте, запоминайте и применяйте на своем дачном участке. Более ароматным укроп вырастает на солнце. Удобрять укроп золой или вносить под него известь не надо, он их не любит. Весной клемматисы любят молоко. Не простое молоко, а известковое. Их необходимо полить раствором известия. Пропорция такая. На ведро воды 100 граммов известия. Обильное цветение клемматисов вам обеспечено. Тыква. Для стимуляции наливания плодов тыквы ее плете необходимо пришпиливать к земле. При таком методе она укореняется и образуются дополнительные корни, которые питают плоды. Тыквы вырастают большего размера и более сочные. Ревень. Чтобы ревень был сочный и толстенький, землю под ним надо удобрять каждый год. Настой крапивы противопоказан в виде подкормки для таких культур, как чеснок, лук, бобы, фасоль, горох. Яблони и груши любят калий, а вот вишня – азот. Вносите удобрение правильно. Лук. Хотите получить огромный урожай лука? Тогда сажать его надо на место, где росла горчица. Это идеальное сочетание сева оборота. Удачи всем на даче! Программу «Утро нового дня» для вас провела Наталья Юкузина. До встречи в дневном эфире в 12 часов 40 минут.